Мы дегустируем, из-за того, как в семье. Друзья, я не обязана пить, но я, конечно же, выпью. Ой. И, в общем, друзья, извините, только раз что просил Павла, то вот берите настойки, и будет вам счастье. Я смотрела на эти лавандовые поля и думала, что он высок. Это просто великолепно. На самом деле, я фанат этого коктейля. Я, честно, шла за ним. Вот бывает же так, вот представьте, вот слезки, слезки прям на камере вижу, слезки на камере. Вот только что было солнышко, два, вот это второе, и оно хренак, и теперь дождичек, да. А нам ходить. Новый проект я задумал, мы-то будем ходить по местам различным, которые будут выбирать барышни. Я чисто сопровождающий, я оплачивающий весь этот банкет. Никто ни о чем не предупрежден, чисто, спонтанно и конкретно. Но сегодня я боюсь, что мы будем продвигаться, хоть это все и рядом, но на таксишечках. Потому что видите, что происходит? Потому что девушка дорогая. Девушка дорогая, дорогая. Да, почему мы выбрали Марину? Потому что Марина обладательница очень широкой души, понимаете? И эта душа так и просится наружу. Мы же знаем, что в мужчине, в женщине, что самое важное, конечно же, ее душа. Не вот это вот бренное пошлое тело, а вот душа. Куда мы сейчас пойдем с тобой, расскажи. Мы сейчас пойдем в один из самых красивых баров Петербурга. Он называется Салон Паста Бар и входит в группу компании Italy. Поэтому ребята классные. Я очень люблю туда зайти ночью, взять себе коктейльщик и томно гулять по набережной Фонтанки. О боже! И говорить, посмотри, это же цирк какой-то! А там на самом деле цирк, в Чинезеле, самый первый постоянный цирк. Сегодня у нас не экскурсия, мы исполняем, а по-моему. Ну что, давай добежим быренько туда? Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так понимаю, погода, чтобы смыть твои слезы от щитов, которые сегодня будут. Смыть мои грехи, на самом деле. Щита-то фиг с ними. Но я же надеюсь, ты не будешь там заказывать полный сет всего чего только можно. Друзья, давайте так накидаемся, что Павел будет просто на экскурсии с моим лапушкой. Здравствуйте! А можно нам коктейльчик у вас выпить? Забарный коктейльчик у нас. Да, давай. Здравствуйте! Здравствуйте! Предполагаю, выходите выпить. Да. Да, ребята, у нас есть задача. Смотрите. Ничего себе! Я участвую в YouTube-шоу, я надеюсь? Ну, типа того. Вот представьте себе, что вот я такой абсолютно никчемный человек вот с этой прекрасной... Не надо так посидеть. Надо? Но по нее так можно. Вот с этой прекрасной... Ну, прекрасной барышей. Прекрасной дамой. И я должен как-то сделать так, чтобы она максимально раскрыла свою душу после того, как она вот и запьет вашу амброзию и скажет, Боже, Павел, только вы могли угостить меня этой вот штукой. Что вы можете предложить? Супер! Смотрите, какие смешанные напитки, я предполагаю. Какие? Смешанные. Да. Отлично. Это, кстати, мы и разобрались. Вы любите что-то плотное и сладкое, горько-крепкое, сладко-крепкое, что-то кисло-сладкое, может быть, что-то с пеуком и пышной пеной. Какое у вас сейчас настроение? Я очень люблю, конечно, кассисы. Вот. Мне она... Ягодная. Кассис. А, кассис. Ягодная что-то. Ягодная. По-французски звучит как кассис. Смотрите, а можно я немножко вклинить разговором? У нас есть замечательный коктейль на шокарте, называется он Салон. Внутри будет опироль, который мы ставим на малине и корице. Также там будет ванильная водка, клубничный сорбет и пышная пышная пена. Он десертный, чуть сладкую сторону. Я рекомендую, если вы любите ягодное что-то, попробуйте изначально его. Я согласна. Да, давайте. Один? Да, один. Чудесно. Смотрите, а ты пить не будешь? Нет, я главное... Если я сейчас буду пить в каждом баре, то у меня просто сейчас экскурсия. Мне кажется, это какая-то вообще просто... Как говорится, шляпа. Нет, ты тоже не обязана пить, на самом деле. Мы дегустируем, и с тобой как семейные. Друзья, я не обязана пить, но я, конечно же, выпью. Но смотри, человек старается. Человек старается. Кстати, знаете, интересный факт. Я недавно его узнала, что с каким лицом бармен делает, с каким-то лицом он кончает. Давайте узнаем, правда ли это. Давайте узнаем, кончает он или нет. Вообще, в принципе... Ужарно. Какой ужас. А с каким лицом ты это делаешь? Я никогда не трясла шейкером. Ты не трясла шейкером? То есть мы так и не выясним, да, как ты это делаешь? Ну, может, к концу вечеринки мне кто-нибудь даст свой шейкер? Я не знаю, я их потрясу. Слушай, это был... И ты увидишь, с каким лицом... Ну, блин, я не знаю, может, нужно профильное образование? Нет, ну ты понимаешь, что мужчины, когда они этим занимаются, мужчины вообще, они же очень... Они табуируют слово СС. Они закомплексованы, и они стараются как бы свои эмоции не демонстрировать даже в интимной сфере. А девушки, они в этом плане, конечно, более... Да, они когда мужчины что-то делают, они закрывают глаза. Если что основано в ВВС, пожалуйста. О, это салон! Охренеть! Вот это круто, да? Так, и он подходит к моему платью. Вообще идеально. Давай мы его на себя выльем, да? Ну, давай, сначала ты попробуй. Итак... Экономичный Павел. Экономичный, я трезвенник. Я вообще за стрейт-эйдж, блин. Вы кого-то... Стрейт-эйдж. Слабо лучше, что ты об этом не знаешь, значит, что не бухала бы. Но... 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 Можно я выпью без этих? Но... Это что-то напоминает мне. Вот Павел с таким лицом, видимо. Ммм... Я со вкус? Я как будто слезы единорога выпил. Да ты что? Я-то только пробовал его экскременты, да я попробую сравнивать, как-то это... Нежный, мягкий, все просто. Да, кстати, я хочу сказать, что я не девушка и не могу представить, что я буду чувствовать в ее... Я, кстати, очень сильно заведу девушку именно вот в этом плане. Ну, я имею в виду вот сексуальному. Да, потому что мне кажется, у вас это все как-то богаче и интереснее расходится, чем у нас. Да, это правда. Потому что у нас вот так вот... и... Бэм! Да, а у вас это вот прям, ну, как ты знаешь... Ну, у нас, знаешь, как в Советском Союзе, быстрее, дольше, то сильнее. Обожаю олимпийские задоры. А ты говоришь, я спорт не люблю. Видишь, сколько я знаю про спорт? Скажи, пожалуйста... Мне очень понравилось. Я сказала, что это на вкус как слезы единорога. Прекрасно. Учитывая положительная реценция. Да, нет, нет, нет. Шикардос, да. Скажите, пожалуйста, туда же, да, платить? Да, платите. Да, да. Часто рассчитаем. Давайте, да. Потому что у нас сегодня большой план, мы идем... Я так и понял, что у вас насыщенный день. Насыщенный день, да, да. А вообще, хотелось бы отметить, конечно, ребят, посмотрите, какие они красивые. Отличные. И здесь, кстати, они сохранили фрески. Вот, можно там посмотреть. Не сохранили, нарисовали, извините. Пожалуйста, сохранили. Да, да, с тех самых древнеримских времен. Слышали префективскую капеллу. Вот это она. Ну, кстати, если хочешь впечатлить девушку, вот сюда ее привезти, мне кажется, здорово. Нет, ты знаешь, я предпочитаю все-таки девушек впечатлять другими вещами. Знаменитые экскурсии по парадным Петербургам. Проходными дворами Павла Амперта. Да, Паш? Ну, Работает? Работает? Да, на самом деле. Не могу жаловаться. Ну, так хотя я знаю, тут один проходной двор рядом. Да, да, да. Сейчас. Павел очень современный, он не пользуется наличкой. Поэтому теперь экскурсии Павла можно оплатить онлайн. Все, спасибо большое. Дождь прошел, кстати. Я не могу, кстати, его не допить. Извини меня, пожалуйста. Ну, я могу тебе дать еще попробовать. Не-не-не, но... А можно оператору дать попробовать? Ну, мне кажется, это, ну, как бы правильно. Оператор попробует. Давай, давай. Подходит, кстати. Сейчас она, как и камера такая. Их! Оператор тоже девушка. О, знаете, что там под ней еще вот может под так тронуться. Я посмотрела, и что тут капюшон. Да, там, видели, да, надпись? Страх и глаза велики. Они велики. Это велики. Страх и глаза велики. Ну-ка, развернись-ка. Давай мы тебя засимим. Я просто из Яндекс.Ида уволилась, переписала. Все, я могу развернуться своей лучшей частью все-таки? А почему ты считаешь, что часть твоя чем-то хуже? Ну, мое лицо здесь. Так, мое лицо. Ну, мне кажется, девушка, она со всех сторон может быть прекрасная. Я анализирую дождь и думаю, может, мы все-таки попробуем дойти, конечно, до этого. Да, давай, я знаю. У меня есть шляпа, я как-то... И дождевик, вот. Ну, хорошо. У тебя есть шляпа, дождевик, у тебя есть зонт, а я буду у тебя раз слезки с камеры, да? Слезки с камеры выделять. 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 Мне кажется, что пью я, а пьянеет Павел. Я пьянею от воспоминаний, потому что я прожил 4 года на Маховой и 2 года на Литейном проспекте. Здесь, конечно, ничего подобного тогда еще не существовало. Я тебе больше могу сказать, что мы сейчас пойдем с тобой по улице Пескина. Единственный минус, когда ты хочешь вылить пенку эту чудесную, образуются усы. А ты попробуй у того. Спасибо, парни, это был огонь. Я воспользуюсь салфеточкой. Да, обязательно. Но не я. Я, кстати, постоянно к вам заглядываю. А, так, ну что, сейчас твоя задача раскрыть зонт, я так понимаю. Сейчас мы выйдем отсюда. До свидания. А еще тут очень красивый туалет. Да? Ну, в очень красивом городе, в очень красивом баре, в очень красивый туалет. Так, пойдем так или так? Нет, мы уже туда поедем по улице, со дворами это дольше просто будет. Тот, кто хочет посмотреть, как это выглядит дворами, может посмотреть мою экскурсию, конкретно здесь, по этим проходным дворам. Она у меня самая первая была. Вот я тебе могу рассказать историю, которая у меня случилась вот здесь. Блин. А ты выбрала идти пешком, дорогуша? Потому что ходьба это спонсор хорошего настроения, долголетия и дешево. Друзья мои, на самом деле концепт-то в чем? Что мы каждый раз будем гулять с разными барышнями, но если вы хотите, чтобы Марина нас провела еще по каким-то местам, а Марина их знает, она даже меня в пару таких мест водила в свое время, то вы можете... В свое время? Это было недавно. Ну, это, ну, недавно. Любое время твое. Да, любое время твое. То вы напишите об этом и мы, соответственно, это попробуем организовать. Так вот, здесь же огромное, вот на этой улице Белинского, короткий, здесь же огромное количество всевозможных едалин. Куда? Да, и они здесь меняются чаще, чем твои девушки. Ой, ну, слушай, мы же знаем, что у меня всего две с половиной девушки было в моей жизни, и поэтому они меняются раз в 20 лет. Если вы были девушкой Павла, напишите в комментариях. Не надо! Это потому, что я знаю, что это будет. Ну, если вы были Павлом, парнем, парнем Павла, то тоже напишите. Короче, суть в том, что здесь, на этой короткой улице огромное количество едалин и прочее, и прочее. Да, вот смотри, кстати, я тебе сейчас очень коротко. Вон там классный ромовый бар. у них самая большая коллекция рома. Вот. Пинч, ему миллион тысяч лет. А давно это было, это Монцикановская пробка? Вон с 16-го года. Да? Это его жилье, или этого поменял? это другое жилье. Это другое, да? И там очень вкусные греческие завтраки. Если вы любите, знаете, такой прям, если вы любите Грецию, или вы греческий бог, можете зайти туда. Вот. Шляпа. Ну, это Биллионовик у нас, Биллисбенд. Да, обожаю это место, особенно по выходным, пойти послушать джаз, потанцевать, потолкаться вот так, как рыбы, бочки. Супер. Терминал. Бар снятый в клипе Шнура про клип. Когда себе я вставлю сиськи. Вот. Толстый фраер. Розенбаум. Розенбаум. Где я был счастлив на улице Марата. Когда-то. Да. Вот, на самом деле, удивительно, но Розенбаум так четко попал в свою... Пойдем здесь пройдем. Аудиторию, потому что если вы представляете фанатов Розенбаума, именно такие товарищи и сидят в Толстом фраере. Вот там, правда, такая классная атмосфера коммунальной квартиры. Еще они так вот пиво приносят в такой штуке. Ну, в таком, знаете, старом пивном бокале. Очень прикольно. Но это вот, если вам хочется, знаете, папу своего сводить куда-нибудь. А мы сейчас выйдем к одной из первых шаверменных. Потому что я, к сожалению, или... Да, кто что знает. Но у меня с ней связан совершенно потрясающий эпизод. Я жил, ну, через два дома на литейном 35 и ночью выхожу прогуляться и выходят, это где два или три ночи, абсолютно пустой литейный проспект. Выходят такие поевшие, довольные гайцы стоят их машины. и вот они такие, значит, высшие достали по сигаретке, покурили и прямо вот красный свет стоит автомобиль и в него стоячего влетает другая тачка посреди абсолютно пустого проспекта. И они такие... я эту картину на всю жизнь запомнил. Так, мы выходим с вами как раз-таки на тот самый литейный проспект. До сих пор закончился. Так, нам нужно... Нам туда? Да, точно. Пойдем. Я заказал зеленый свет на переходе. Спасибо большое. Да, все для тебя, дорогая. Да. А как ты была во Франции, да, недавно? Да, я была во Франции, Испании... А, нет, Испания меня не интересует. Как моя родная Франция поживает? Расскажи. Я была в Шамани. Ага. Вот. Было очень жарко, поэтому... Ну, если у нас было жарко, я представляю, что там происходило. Да, поэтому ехать в город было супер идеи. Я увидела Монблан. Он был прекрасен. Ручку вот эту знаменитую? Что, очки за 300 от Павла Ферса? Я видела не только ручку. Я бы сказала, у него такая ручка. Не, на самом деле, Монблан, конечно, просто прекрасен. Даже летом. И туристов, удивительно, не столько, не меньше, сколько зимой. Ага. Да. Причем, мы ходили в какое-то заведение, там была, ну, там же очень модно, эко. Эко, да, био. я не думаю, что за английский плохой меня бы хотела выиграть, но вообще, друзья, я была крайне расстроена во Франции тем, что в самом курортном месте мы зашли в бутик Руинард. Это такое вкусное, прекрасное шампанское, и оно там стоило, да, нам сюда, и оно там стоило 4 тысячи рублей. Руинард. И я была так расстроена, что его никогда не купишь здесь за такие деньги. Мы можем, думаю, пойти сюда, либо за барную стойку. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-нибудь фирменный коктейль? Фирменный коктейль? Да. В конкретном или в конкретном баре? Может быть, у вас. Вот представьте себе, что вот эта девушка, которая выглядит неплохо, откровенно говоря, вот, а я плохо, а мне надо с ней как-то что-то сделать. Ну, для начала у меня на поезде. Ну, допустим, да. Но сделать это максимально изящно, понимаете, чтобы не как бы не так, чтобы это... Понравилось ли шампанское, понимаете, какое-то я? О, да. Кстати, вот там будет красивый даже свет еще. О, давай здесь так драматично сядем, как будто мы на вокзале сидим. Ну, только ты сядь тогда по свету, что ли? Да, я вот и хотела. свое лицо, оно не пропадало. Я могу даже... Один на один, ребят. Один. По вкусу, ну, какой бы сделать бы своей девушке? Ред Хорнер. Ну, хорошо. Своей бывшей. Заведение входит в группу... Не-не-не, я своей бывшей не знаю. Это, в принципе, это заведение Нобелинского. не пущуясь не снест по очку отных заведений. А это мне нравится больше всего тем, что здесь самое маленькое количество людей. И это мне оно прекрасно. У нас тут уже разговор разошелся. У нас насладывается... Насладывается... Я уже вам не нужен, да? Сейчас вы можете рассказать... У нас мой канал новый. Павел Перец в юбке. Но ты же, кстати, пыталась все время свой канал делать? Нет. Ну, здрасте. У меня была мысль, ты же знаешь, от мысли до дела всегда... Мысль до дела чистое тело. Нет? Нет. Это философская мысль глубокая, но руина. Это надо... Нет, мы с тобой думали об этом, говорили, что это надо сделать. Аж солнце, он вышел, как божье проведение, что надо было это сделать. Но, блин, я так люблю жить, наслаждаться жизнью, не работать и кайфовать. Ой, я... Знаешь, вот теперь я жалею, что вот эти фанаты Гоблина и всех остальных в основном отвалили на каналах. Потому что, когда у меня появляются такие девушки раньше, это просто было, знаешь, начиная с классовой борьбы, заканчивая эксплуатацией рабочего класса. Вот это все. Ну, если что, я 16 лет работала. Это никого не волнует, абсолютно. Красивая баба, это шруха. Ты знаешь этот тезис у нас в России? Нет. Ты не сталкивалась. Особенно вот с этим вот. Так, попрошу. А что, спустятся что ли? Или что надо? Спустятся штаны у тебя. Нет, нет, нет. Там, к сожалению, не так все, знаете, объемно. Не надо так. А, так не надо? Нет, мне неприятно, честно. Божечки-кошечки, хорошо. Фу-фу-фу. Только что я тебе микрофон вешал, и тут, значит, это... Это было нежно. Ну, хорошо, мы внесли капельку драматургии в наш сюжет. Первая ссора. Да, первая ссора, да, то есть, как бы, сейчас я должен буду как-то реабилитировать, и вот, собственно, реабилитационный процесс. Пойдем посмотрим, что он делает, на самом деле. Внимательно следим за лицом. Она считает, ну, вы знаете, эту дурацкую историю, что как вы трясете, так вы и кончаете, да, с таким лицом. Я не могу еще потрясти, да, да, я все мечтаю ей дать это в руки, чтобы она потрясла, чтобы наконец выяснить, как она это делает. Чтобы мы посмотрели. Да, да, да. Эх, мечты, мечты. Не, согласитесь, что у девушек лицо меняется гораздо больше, чем у мужиков, когда они это все про прессы. Особенно, когда они на актеровские курсы ходят. Не, ну, слушай, но всегда можно понять, как бы, играет человек или нет. Можно сейчас футболку пивовару достать всем все понимать? Я как Станиславский порнографии, знаешь, типа, не верю. А это что за цветочек? Я даже не знаю. от сердца почек дарю вам цветочек. Давай, Мариночка, свой, так сказать. Друзья, вот, кстати, что там внутри? Здравствуйте. Попробуй. Пусочек красивый бородак. Спасибо большое, безусловно. Пусть я посылаю на сморку. Сколь, давай по-шведски. Сколь. Сколь. Ну, сколь. Сесилия Линстронг говорила сколь. А вот эти, Петербоги, как здорово. Если вы захотите сказать что-нибудь на другом языке, вас обязательно поправят. это напоминает как будто микстура из детства, но такая, как бы, более приятная, элегантная, элегантная текстура. То есть, более элегантный ягер, что ли, такое сказать? Потому что я его обычной микстуры называю. Но у него что-то такое, вот, не можжевельник, а вот что-то вот в ту сторону. Ну, кстати, очень вкусно. Безумно, очень вкусно. И это, кстати, действительно, более элегантный ягер. У меня со своими тупыми просто характеристиками, я же не этот, не гастрокритик. И это хорошо. Это прекрасно. Еще бы туда не хватало. Ой. И, в общем, друзья, извините, как работает сознание у мужчин? Как? Вот они видят розовое платье, они делают розовый коктейль. Смотрите, я нигде не просила какой-то определенный цвет, и Павел как тоже сказал, вы пофантазируйте. Слушай, этот даже я еще глотал. Он огонь. Но мне кажется, мы еще должны оператор ставить. Ну, оператор, конечно. Мне кажется, в следующем баре мы уже будем увеличивать заказанное количество коктейлей. Не-не-не-не, у меня в 6-й курсе. И она могла бы быть гораздо веселее. Они и так у меня всегда веселые происходят. Я сегодня первый день выслей, вчера постригся. Да? Вы уже написали, что неприлично ходить в помещении в шапке, в кепке и всем остальном, да? Напишите обязательно. на самом деле мы с Павелом не готовились, но как удивительно мы сегодня сочетаемся. Мы с тобой прекрасно сочетаемся во всем. Ну, нет, не во всем. Как в выборе коктейлей. Да, да, да. Вот в выборах коктейлей мы... Я считаю своим долгом. Оператор должен пробовать. По пятибалльной системе как? Пятибалльной? По пятибалльной. Три с половиной. Три с половиной. Хорошо. Я поставил бы пять, потому что я ни хрена не понимаю, но мы доверимся Марине. Ну, причем в предыдущем заведении это была тоже такая тройка, но здесь, наверное, такая даже к четверке. Да, надо сказать, что этот бар называется Red Corner. Он находится на углу, соответственно. На этой улице царство ему небесное жил Никита Попов, басист группы Pepsi. Да, к сожалению. Ну, сейчас и группа эта уже не такая известная, но в то время она была крайне известной. Очень крутой. Откройте нам страшную тайну, с чем он сделан. Ром? Ром? Слышка ванили. Ваниль. Пару капель апельсинового никюра. Никюр? Никюр черри бренд. Черри бренд. Вот, черри я узнал. Лаймовый кортилл с сахарной сиропой. Лаймовый кортилл с сахарной сиропой. Все это? Да. Спасибо большое. Все, сегодня вам. Да, у вас так же. Марина, let's, так сказать, гол. Да, все, давай. Пока. Так, выходим. Значит, куда мы идем дальше? Дальше мы идем, если нас смотрят люди из Петербурга, они знают, что раньше на улице Рубинштейна был такой бар, назывался он Цветочки. Да, да, да. И в нем собиралось всегда очень много людей. Господи, как красиво, Вот, и там собиралось раньше много людей. Но так как улица Рубинштейна сейчас стала, мне кажется, такой улицей Нонград, а туда не очень модно ходить, бар Цветочки переехал на Некрасово. И мы сейчас пойдем в бар Цветочки и как бы и зацветочимся. Слушай, ну Некрасово вообще сейчас рассматривается как такая новая пабна, барна и всякая прочая улица, как и улица Жуковского, насколько я понимаю. Я просто, видите, почему я позову девушек? О, здравствуйте. Человек, кстати, телеканал Forbes ведет, телеканал. Телеканал Forbes? Ютуб-канал. Ютуб-канал Forbes? Да. Блин, ну так здорово с людьми, они даже не замечают. А я вот всегда со всеми здоровый. Видишь? И фотографируется, кстати, тоже. Да, да. Я всегда всем говорю, да, привет. Ну, он идет в окружение тоже трех прекрасных девушек. Он, как бы понимаешь, он делает вид, что они ему важнее, чем ты. Поэтому он имеет на это полное право. Согласна. Аккуратно. Да, так вот, собственно, я-то вообще практически не ходил сейчас ни по каким заведениям. Ой, смотри, какие-то прелести. Это же вообще огнище. Это Спайдермен. Железный человек. И этот человек Песок. Песек. Это его был злодей. Он был до этого работником на клинике. на заводе имени Климова. Нет, он работал у отца Гарри. Это был Дурцов и Паука. В общем, я обожаю Марвел и всю эту культуру. И мне очень грустно, что теперь мне показываются фильмы Марвел в России. Зато у нас теперь есть Газманов, у нас теперь есть Группа Любе, у нас теперь есть как этот Яузский это Шаман. Ты слышала уже Гудкова? Да, это огонь. Яузский это просто the best. Это одна из лучших вообще, одна из тончайших пародий, которые, потому что пародии иногда они бывают такие очень топорные, а это вот прямо Гудков, конечно, Если вы еще не смотрели клип Гудкова Яузский, вы можете забросить это видео и смотрите, пожалуйста, то. Только сначала, если вы не видели, придется посмотреть хотя бы частично, как я это сделал, клип ЯРУССКИЙ. Да. Да. Вообще, конечно, это очень талантливо. Мне вообще Гудков всегда нравился, потому что он невероятно какой-то в общем, Марина, мы поняли, тебе нравится все абсолютно пиндоское, гейропское, вот все вот это не наше, не родненькое. Почему? Я вот когда была во Франции, слушала песню по высокой траве Я пройду в полный рост. Во Франции, да? Да. А почему ты не слушала ее в России? Я смотрела на эти лавандовые поля и думала, что она высокая. Пичка такая. Так. А почему-то в полях России я ехала из Уфы в Самару, и там, знаете, тоже очень живописная дорога, и там я слушала Эдит Пиаф. Мне казалось очень органично это там. Мы можем сразу перейти, что барская сторона. Давай-давай-давай-давай, перейдем. Как хорошо погодка-то разгулялась. Красной, да, красота. Марина же у нас еще мотоциклистка в прошлом, а может быть и в будущем. И в настоящем. И в настоящем. Марина три состояния мотоциклистки. Ты же сама даже умеешь рулить, но предпочитаешь сидеть сзади. В общем, вы знаете, вот эта вот история про красивую блондинку на Харли Дэвидсон, это была моя жизнь. Давай мы подставим какие-то скинье, фотки какие-то подставим, чтобы люди увидели, что мы их не обманываем, что это правда. А, ну хорошо. Мы будем твой запрещенный в России аккаунт вставлять? Ну, мы сами сети запрещенные в России. Мне кажется, я просто без тебя неинтересна людям, поэтому я... Марина, ну давай не будем, без меня ты неинтересна. Как говорится, если будем, то давай, и мы идем в бар. Неинтересна без тебя. Проходим. Добрый день. Добрый день. Теперь, пожалуйста, у вас есть фирменные коктейли? У нас есть фирменные коктейли, их очень много фирменных коктейлей. Смотрите, задача такая. Представьте себе, что я человек не очень такой адекватный и все такое прочее, и вот у меня есть девочка. И мне надо как-то, чтобы она раскрылась передо мной этим вечером. Допустим, сегодня вечером. Допустим, сейчас вечер. И вот мне надо какой-то, понимаете, такой вот коктейль предложить, чтобы она так сказала, ну Павел, однако, а как вы угадали мои тайные желания? Вы говорите один? Да, один. Нет, нет, один, нам достаточно одного. Да, для дамы. Ну мы попробуем от нее чуть-чуть, конечно, пойдешь туда сядем, потому что будет красиво. Ну пошли. Ну нам, подожди, давай мы по этот, Марина, иди сюда. У нас же надо еще вот, понимаешь, как бы... А, ну да, просто это всегда интереснее. До чего-то это все. А? Есть такое явление в мире, называется. О, кстати, смотри, у него интерес? Да, кстати, посмотри. Да, у него интерес? Видишь, все-таки меняется что-то, договорились. Я еще, да. А, ну вот, заряднее, ты пропустил. Но это все равно из теории. Ты пропустил самое интересное. Я, скорее, смогу это узнать, потому что я, ну, я, конечно, не гомофоб, но я не, это, я предпочитаю пол на пол. То есть я никогда не узнаю, как это делать. А мне нравится, когда пол из березы, если честно. Уборочки, кошечки, да? Это, камень же в мой столярный огород. Но пол из березы, я тебе хочу сказать, такого не бывает. А, если что, из ящени было? Попробуйте. Спасибо большое. Смотри, здесь цветочек. Пойдем попробуем. На руиночке. Так, друзья, мое очередное доказательство, как работает. Мне кажется, я не знаю, где нас удивят, тем, что будет... Давай здесь садим, садись сюда. Оператор, садись сюда. Ой, можно я уже сниму свой желтый дождевик? Понимаю, что он прекрасен. Недолго здесь, понимаешь? Мы все равно здесь ненадолго. Смотрите, Марина купила на Апраксином рынке сумку из кожезаменителя и вставила туда соответственно латунную букву, которую она нашла в соседнем дворе, когда... о божечке, спасибо большое. Прям как в лучших домах Франции. Знаешь, как это называется? Караф. Вот это. Либо караф до, это караф до, это свадо, а караф. Ну, еще, поспоминай, как это назвало, это Франция, я тут есть. Караф до вон, это есть караф, а есть домикар. Горько, горько, горько. Ничего не разбили. Павла такая энергетика. Энергия, я тебе уже, я же говорил тебе, что не энергия, не энергетика, а энергия. Почему ты говоришь энергетика? Выясни. Энергетика это область, которая вырабатывает энергию, это энергетический комп. Когда ты говоришь, у меня такая энергетика, это значит, я олигарх, которую владею как бы какими-то заводами, пароходами и прочее, которые вырабатывают энергию. День рождения в начале декабря, типичная, свет-трица. Оп-цедрица, оп-цоса. Так, ладно, мы поссоримся через раз. Ты скажи, как это, я вот пока не буду пробовать. Это опять розовое. Серьезно? Серьезно? Мне кажется, нам пора переодеваться. Ты не говорил мне, что придется переодеваться. Ты в мое не влезешь, а я в твоем утону. Давай все-таки проведем их спереди. В общем, если это видео наберет, сколько? Давай, говори. Да, слушай, я не ради просмотров. У меня маленький канал. Мы не ради просмотров, но ради лайков. Сколько лайков нужно? Не, не, лайки не надо ставить. А дизлайки? Дизлайки ставьте. Лайки, это понимаешь, это не надо призывать людей ставить лайки. Люди и так поймут без тебя, без твоего совета. Посмотри, это посмотрит мой папа, моя мама. Я попрошу сразу на хакалантов. То есть уже два просмотра нам обеспечено. Ну хорошо, если тебе, например, три... А, ну все, хорошо, пять. Ты посмотри. Короче, давай, пробуй. Я попрошу. Слушай, ну... Так себе, да? Вот на самом деле, несмотря на то, что я выгляжу сейчас как сладкая булочка, я люблю более классические коктейли, более горькие. Мне очень нравится джинтони, кстати. Классическая версия. по сравнению с предыдущим летом, я согласен. Очень посредственно, очень понятно. И вот, конечно, вот если вы придете вот так, вам нальют вот так. Вот. Я люблю более интересные напитки. Вот если мы пойдем в следующее заведение, можно я выберу там сама? Ну, прошу, выбери сама. А то, мне кажется, опять будет розовым. Ну, не то, что делаем розовым. Просто делают очень мягкие, нежные коктейли для девушек. И не все розовые девушки, как говорится, одинаковые. Я говорю, ты что, любишь жесткач? Ну, я хочу, на самом деле, в следующем заведении выпить коктейль на основе сакхэ. Кого? Сакхэ? Сакхэ. Ну, это прям супер классное, супер легкое, это отличный аперитив, поэтому... Ну, для той... Ну, для той... Нет, ну, ты бы мне не давала. Девушки, секрет общения с полом. Выглядит сладкой булочкой. Но, я предлагаю все-таки еще и аппаратуру попробовать, чтобы было, как бы, три независимых... Ирэн, давай, что скажешь? Ну, вот, предыдущие... Гораздо интереснее, да. Гораздо интереснее, да. Я согласен с Арамисом, как-то... Вот я начинаю уже подходить в роли вкуса. Ну, а мы ставим лайк этому заведению за воду. Да, за воду, да. Тем более, даже экстра вода была. Да. То есть, сначала нам специально помыли стол, чтобы он был максимально чистым, а потом нам еще налили воду. Да, это приятно всегда. Вот. Но мне кажется, на самом деле, цветочки, если вы пойдете в цветочки, то тут нужно брать настойки. Настойки, да. Да. Они здесь идут шот-сетами. И прям вот, если вы хотите так нормально отжечь, чуть позже, ну, вот, только раз что просил Павел, то вот берите настойки, и будет вам счастье. Вот, потому что для меня все-таки вот, ну, здесь вопрос там, какую задачу вы поставили. Просто на... Да, да. Я ставлю здесь одинаковую задачу, ну, потому что, ну, должен быть критерий какой-то одинаковый для всех баров. Ну, тогда все, окей. Мы тогда заказываем с тобой там тот же, а потом я просто закажу еще один коктейль, чтобы ты просто попробовал. Это правда классно. А можно... Вот здесь? Да. Всегда так приятно, смотри, кто-то платит. Но продукт нельзя переводить. Нет, нет, нам надо идти подальше. На Некрасово, кстати, есть прямо напротив тут. Есть хроники бар, и там всегда сумасшедшее количество людей сидит снизу на поребрике. Да. С пивом. Я это видел. Слушайте, кстати, еще мы по ценовой шкале спускаемся по ступену, но я думаю, там мы опять поднимемся. Там был 750, там 600, здесь 450. Там, я думал, будет уже... 750 было в пасса барина. Ну, в пассе, да. Да. Ну, там, согласитесь, там, во-первых, дорогой бокал сам по себе, вот сам бокал идет очень известного немецкого бренда. Вот такой очень изящный. Штанглент циркл, да? Да, да, да. Для томатон паска? Да. Ну, там заведение просто немножко такое, более... Ну, там по атмосфере, понятно. Все, идем дальше? Да, идем. И заправки сумку. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. Да, я хочу сказать, что заведение выбирала у нас Марина. И поэтому тут же понятно, что можно как бы заходить чуть-чуть не в каждый бар. И мы вообще планируем здесь, на этой улице, оказаться еще и не раз. Но, как минимум, еще с одной моей гостей. Я надеюсь, она тоже там по барам ходит. Анастасия. Это, кстати, принципиально другой тип девушки. Кстати, вот в этом интересно ходить с разными девушками, потому что сравнивать подход вообще ко всей этой... Я бы тебе сказала, конечно, что интересно ходить с разными мужчинами, но я все-таки так не скажу, потому что интересно ходить и с разными девушками, и с разными мужчинами, потому что интересно ходить с разными людьми. А девушки, они тоже люди, да? А больше это тоже человек. Как мы... Человек, какие критерии все-таки должны выполнять? Слушай, ну, есть очень пошлая поговорка, я не хочу ее произносить, которую все знают, если есть то и рот, значит баба нет того самого, да? Череп для меня, да? Череп для тебя, да? Розовенький, там был черепок такой. Мой череп выглядит именно так. То есть ты будешь гламурно даже по процессе истления. Кстати, интересно, как часто находят или, не знаю, когда человек умирает? Нет, наверное, нет. Нельзя покрасить свой череп после смерти, наверное. Но если только ты не оставишь это в завещании и тебя не эксгуммируют и не произведут над тобой это действие. А вот это вот снимут скальп, это из этой серии? Нет, снимут скальп, это из серии... Вообще-то снимать скальп, это надо, ну, по-живому, и это... А, это неприятно. Да, блин, это крайне неприятная история. Поэтому, собственно, поэтому индейцы как бы и устрашали своих белокожих братьев. Кстати, знаешь, интересно, нам, в принципе, у нас был коктейль на роме, вот, ну, мне казалось, что джинн более популярен, да, но ни одного коктейля на джинне нам, конечно, не предоставили. вот. Но забавно, что мы были в заведении Красный угол, а это как бы угол, это же треугольник в некоторых степени, а если уйти в историю Рома, то он развивался как раз-таки по принципу треугольника, потому что он появился во времена войны на Карибах, и там воевали три государства, Англия, Испания и Франция. И принцип был очень простой. Рабов увозили с Африки на сахарные плантации, где и делали потом побочное, побочным оказался Ром. И получается, рабы уезжают из Африки, прибывают на Карибы, работают там. Знаешь, кстати, забавный факт, ну, ладно, не забавный, такой, грустный факт, знаешь, какой был средний срок работы у... Рабак? Да. Нет, не знаю, я не в курсе. Месяц. Месяц? Ну, при этом окупался в 4-5 раз. Ну, понятно, дешевая сила, но их еще везли, конечно, очень жестко, там же набивали корабли, прямо плашмя клали, и доезжало в общем случае треть. Есть очень хорошая серия про это, если вы действительно хотите эту тему изучить. Есть такой мой любимый историк английский Саймон Шаме, у него есть любимый вообще исторический сериал Эвер, называется History of Britain. История Британии в 15-й или в 16-й, не помню, частях. Вот. Я его смотрел на английском, но он есть в переводной. Почему на английском? Потому что там очень богатый язык. Он использует как какие-то классические термины, так и жаргонизмы. И вот он там прямо в отдельной серии про плохую империю британскую он показывает прямо схематично, как этих вот несчастных рабов в Африке. Господи, куда нас завела эта тема? Я про треугольник рассказывала. Из Кариб ром доставляли обратно в эти прекрасные страны, такие как Англия, Испания и Франция. И получался треугольник, потому что деньги, заработанные на роме, отправлялись на покупку рабов. И это назвали ромовый треугольник. А деньги заработанные на Коляне или на Ваське? Налево. Мы сейчас немножко сворачиваем и идем, наверное, в мое самое любимое заведение в Петербурге. Не, прямо-прямо Радищев Володь. А, это уже Радищев? Господи. А ты знаешь, прикол с этой улицы связан с тем, что Радищев жил не здесь, он жил на другой улице, но обе эти улицы, я не помню, они назывались типа а-ля грязные. И когда стали переименовывать, переименовали эту, а потом выяснили, что нет, это как бы не имеет отношения к той улице Радищева. Но мне кажется, улица Радищева звучит лучше, чем улица Грязная. Ну, раньше, знаешь, не парились, потому что у меня есть классическая история, когда я в Москве там ходил экскурсии, там есть на месте метро Карапоткинская стояла церковь на грязях, ее в народе называли. А чуть выше, между Причистинской и Астоженгой, там есть чистый переулок. У меня один из моих постоянных экскурсантов пошутил, что, наверное, отсюда просто вся грязь стекала вниз, поэтому он стал чистым переулком. Куда мы идем, скажи мне? Мы идем в Self-Age. Это заведение входит в сетку Dream Team. У них просто есть такие классные заведения, как барбекю, но так как я уже длительное время не ем мясо, я туда не ходок. Не ем мясо. А, не ем мясо? Да. Ты начала оперировать таким англицизмом, и я послушал, что я, поскольку я сейчас не эммэсор, кто такой эммэсор? Нет, я не ем мясо, и поэтому... Но я очень люблю рыбу. Ты очень любишь рыбу. А почему ты не ешь мясо? Слушай, мы поехали с подругой в Черногорию в 15-м году. Моя подруга на тот момент была уже вегетарианкой, и я поняла, что дешевле брать одно блюдо на двоих, и так как она не ела мясо, мы все время брали морепродукты. Но, понимаете, когда вы находитесь на море, есть морепродукты, это классно. Да, это правда. И за две недели я перестроилась и вернулась, и поняла, что мне не нужно больше мяса, и все. Но я призываю всех есть мясо, особенно мужчин, честно говоря, потому что мне кажется, это очень важно. Ну, мне так кажется, если вам не подходит, не надо это делать. Просто мне кажется, у каждого должна быть своя философия. И, кстати, любые пищевые ограничения, они очень классно расширяют ваш гастроопыт. В тот момент, когда ты перестаешь что-то есть, ты сразу находишь кучу классных продуктов, которые тебе потом нравятся. Я называю это просто противопыт. Приключениями. Да, вот так мне сыроеды рассказывали, как круто есть какую-нибудь там чипсы из свеклы. Ты начинаешь ощущать этот утонченный вкус. Чипсы из батата, чипсы из свеклы. На самом деле, правда, очень вкусно. Не, я не спорю, но я ем мясо, поэтому... мы дошли до селф-эйджа, он вот здесь. Да. Но мы сейчас возьмем небольшую паузу, я хочу про вот это заведение рядом рассказать. Ну, давай. Здесь готовят самый вкусный бургер с лангустинами. С кем? Лангустинами, креточки. Вот. И он просто вообще божественный. Их добывают у нас в саблинах прудах, да? Это вот эти известные саблинские лангустины. Не, их добывают, естественно, в угольных шахтах под Красноярском. Мне всегда просто интересует свежесть этих продуктов. Блин, слушай, все, что мороженое, там все равно, какое оно придет. Главное, чтобы ее вовремя заморозили. Такая разница, ну, правда. Ну, ладно. Хорошо. Свежесть что, ты хочешь прям все из-под ножа есть? У тебя будет белковый удар чаще всего, поэтому, ну... Нет, я не хочу все из-под ножа. Я вообще попегу. Я ем все, что есть. Шаверма номер один. Не, ну, кстати, по шавухе я уже давным-давно не фанат. Но, да, пойдем, ладно. Самая вкусная шаверма находится в Раковой, которая на Петроград. Шаверма с крабом. Они ее готовят просто какой-то космос. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужен коктейль. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай вот там сядем. Там. Ты пошли к барной стойке. Мы же опять пропустим процесс приготовления. А? Что-то... Нет. Нет, нет, просто коктейль. Можно соорудить, и мы пойдем. Да, конечно. Можете пока расположить. Да, вот мы как раз и планируем. мы вот здесь расположим. Что-то... Так. У них самая богатая коллекция сакэ, которая есть в Петербурге. Ну, по крайней мере, на последний. А еще у них есть японский джин. Он, кстати, очень неплохой, если вот будете дома сидеть, пить джин-тоник. Он прям супер. Смотрите, вы можете приготовить какой-то коктейль на ваше усмотрение с условием, что, допустим, вот вечером на дворе, да, я пришел с девушкой, и вот мне надо, чтобы она как-то максимально раскрыла свою душу передо мной после его испития. Может быть, немножко уточните более сладкую или более кислую сторону? Более кислую. Все. А для вас? А мне не надо. Мы вот сейчас вот коктейльчик выйдем и пойдем дальше по своим делам. Я предлагаю взять чуть-чуть закусок. Закусок? Да. У меня времени нет, Мариночка. Так их быстро принять. Закусок? 17 на 2. Ну давай, хорошо, какие? А можно бабы хадамам? Боюсь, бою бог, хадамам у нас нет. А куда они берут? С них были? Были, но, боюсь, мы их больше не подаем. Могу предложить что-то из свежей рыбы для вас? Нет, свежую рыбу мы не будем. Ты только выбираешь что-то, что недолго готовится. Ну я вот что-то вот с ним. давайте нам два хенд-ролла схамать. А там как раз каждый порт и будет по примерно поэтому я и говорю две порты. У вас было четыре. Хенд-ролл, юг-калюк, да? То есть это ручной ролл называется? Да. Нет, потому что ты его ешь рукой. Я рукой. По-казахски. По-казахски? Да. Больше никто не ест руками. Нет, еще много кто ест руками, просто я всегда говорю, что есть руками это по-казахски, потому что... Ты из Казахстана. Ну не только поэтому, еще потому что национальное блюдо Казахстана называется безбармак и переводится он как ешь тесто, пеки у пальцами. Очень удобно. Без чего? Безбармак? Безбармак. Безбармак, безбармак. Так оно уж на сало сразу безбармак. От заката до рассвета безбармак. Как скучаю я, любимый Казахстан. У тебя же есть спор казахский паспорт? Да. То есть ты во Франции по казахскому паспору что-то было? Ну да. Не, я просто поэтому и спрашиваю, потому что... Да нет, русских нормально люди пускают, никаких проблем нет. Я знаю, что русский народ имел мне кучу знакомых во Франции. Я, кстати, знаешь, я во Франции по своему казахскому паспорту смогла снять квартиру на... Ну, не квартиру, а целый дом на R&B&B. И мы жили в... В таком районе называется Барцеланетта. И мы жили у настоящих французов, которые... Там пара пожила. Барцеланетта? Барцеланетта. А, Барцеланетта. Барцеланетта. А, Барцеланетта. Да. Там огромное, красивое, безумно красивое озеро. И вот если вы мотоциклист, то настоятельно прям рекомендую приехать туда, потому что там невероятной красоты озеро, которое идет серпантиновой дорогой. И там прям, знаешь, когда едешь на мостике, прям, ну, просто в космосе, питаешь, настолько это удобно. И это оказалось французской мотоциклетной меккой. Да, вместо ступы. Вот. И мы жили, знаешь, в таком маленьком... Я прочитала про него этот... Как это называется? Как это называется? В общем, там жили монахи. Там был хлеб, и мы жили в этом хлебу, они его переделали, и было вообще, конечно, просто... Какой-то... Ай! А недавно я была в Флоренции. Ой, Мариночка, ну, расскажи, как там в Флоренции. Я жила в Палаццо Батурлиных. Это древний московский род, который приехал в Флоренцию после войны 1812 года, потому что во время московского пожара сожри их огромнейшую библиотеку. И у меня столько, знаешь, произошло впечатлений в плане того, что я там узнала, что оказывается на Санта-Мария-де-Фьоро есть герб Демидовых. Потому что Демидовые вложили там какое-то сумасшедшее количество денег на строй, но всего, чтобы закончить уже после Медичи. Я тебе больше могу сказать, ты даже в Вене могла бы это все найти. Я в Вене не была, по-моему. А, ну, я думаю, что теперь, когда в твоей жизни появилось... Много приятных событий. Много приятных событий и луч надежды наконец высияло, я думаю, ты окажешься не только в Вене, а вообще везде, где ты захочешь побывать. Вот, но на самом деле везде узкий след, как говорится. Ну, слушай, так можно сказать, в принципе, и про многие нации. И везде французский след, например. Ну да, конечно. Ну, это уж точно, наверное, давайте удивим вас. Прошу. Класс. Вау. Первый не розовый коктейль. Кстати, да, это надо отметить особо. Это на основе саке, да? Да. Мы взяли саке с током юзу, добавили... Юзу шприц. Именно так. Вы угарнули? Добавили немного лаймового сорбета, немного италикуса, ликера на бергамоте итальянского и игристого вина. Это просто великолепно. На самом деле, я фанат этого коктейля. Я, честно, шла за ним. Вот. Я его очень люблю. Мне кажется, это все очень вкусно. То есть, твои... Вот то, что ты хотела сама заказать, это оно и есть. Звезды сошлись. Бинго! Бинго! Как вас зовут? Данила. Данила... Вообще огонь. Ну, как тебе? Крайне... Я всегда это называю высоким, таким искусствоведческим термином интересный. Это очень такой специальный, глубокий термин, который требует максимального погружения в тему. А мне кажется, все-таки твой фаворит коктейль номер два. Вот. Потому что он... Да, нет. Мой фаворит, да. Мой фаворит однозначно номер два был. Это... Потому что он все-таки будет для мужчины сладковат, честно говоря. И... Ну, раз-таки за счет просеков. Вот это вот хендрольная история. Давайте мы угостим нашего оператора. Ну-ка, глотни, деточка. Хендролы? Рекомендую, есть турнамент. Да, мы это уже поняли по названию. Там уже есть немножко заправка, и это будет вкусно прямо так. Приятного аппетита. Спасибо большое. в тот момент, когда вам надоело пирот шприц, а он реально уже всем надоел, вот это приходит просто как легкий, свежий бриз. У нас в России есть неправильное понимание... У нас есть в России неправильное понимание... Ну, видишь, неправильное, просто к нам привозят очень мало хорошего саке. Но саке действительно настолько интересен... Да, Кули, это проблема. Надо решить ее срочно. Да нет, это просто новое восприятие. На самом деле, в какой-то момент тебе правда надоедает вино. Ну, белое просто вино. Когда ты переходишь и открываешь для себя саке, ну, это просто правда очень-очень вкусно. Поэтому я вам советую брать более премиальные сакта. Их подают холодными. Это не история про рисовую горячую водку. Это именно про хороший, терпкий, приятный напиток. Сейчас, конечно, модно очень подавать саке в винных бокалах, потому что все-таки как рисовое вино считается. Но... Я удачу оператора? Конечно, конечно. Вот, но... Мне все-таки нравится пить в стопочках. О! Вот. Прекрасный набор. Как раз есть и докури, и очок, и все, что нужно для подачи сака. Вот. Как говорится. Вот. Я ставлю оператор. Five? Ну, 4,2. Мне почему-то сейчас не хватило свежести. Обычно он более свежий. Но я не знаю, с чем это связано. Возможно, с просеком. Оно более сладкое, чем обычно. Может быть, компания повлияла? Не-не. Ты просто супер. Вот это что? Да. Ну что ж, спасибо. Так, ну ладно, друзья мои. Time is money. Мариночка. Very big thank you. Пиши нам открыточки. Ты знаешь, вообще во Франции принято, не только во Франции, везде, где ты бываешь, ссылать еще бумажные открытки отовсюду. Именно бумажные. Это не экологично. Я не призываю тебя это делать. Я просто спрашиваю, знаешь ли ты об этом или нет. Тогда ты шли, пожалуйста, открыточки электронные. Хорошо. В виде, так сказать, завиды, перец, и я во Флоренции. Да. Я там не был просто ни разу. Серьезно? Во Флоренции нет. Можно? Я очень быстро. Давай. У меня была мечта. И у меня была моя голубая мечта. Я очень мечтала увидеть рождение Венеры Боттичелли. Как и Достоевский мечтал об этом. Желательно. Но он мечтал еще другой Венере, в смысле Боттичелли, который в Дрезденской галерее висел, но об этом тоже мечтал. Вот. Я всю жизнь мечтала увидеть Венеру Боттичелли. Для меня это было что-то вот... Ну вот, как бы я ее увидела, можно умирать спокойно. Я все в этом мире поняла. ты ее так и не увидела? Нет, Я заказала билет в галерею Фитца, пошла. Я, мне кажется, минут 20 стояла, потому что я не могла поверить. Подожди, ты ее увидела? Да. А почему ты жива до сих пор? Ну, в этом мире есть еще несколько, ручку еще. Меня остановили. То есть ты хотела уже все, я увидела, я готова умереть, но тебе сказали, подожди, а перроль еще? Ну, это правда, это просто великолепно. Это просто вот... Ну, если вот сейчас зайдете в интернет и найдете это рождение Венеры, это правда, это то, что нужно видеть и после этого, мне кажется, в всем мире все прекрасно станет. Ну, у меня была в другом видео, раз я рассказал историю, как мы там должны были, мы должны были выиграть, прилететь в Венецию, в Флаймс, с одной из барышень, но там была очень веселая история в рамках одного ТВ-шоу. Я сейчас не буду говорить. Значит, друзья мои, что хочется сказать? Ну, во-первых, пишите ваши, как сказать, отзывы и все такое прочее. Ждите следующих выпусков. Мы снимаем в Питере, поэтому рассчитано не только на тех, кто уже в Петербурге, естественно, на тех, кто будет приезжать в наш замечательный город. А сейчас у нас Петербург номер один по туристическому направлению. Что, Карелия обошел? Даже Вологду? Не, на самом деле, в прошлом году, нет, в 20-й год Карелия была номер один по путешествиям. Обошел, обошел. Петербург, ну, вот буквально неделю назад читал, как бы, статистику, Петербург номер один по туристическому направлению. Поэтому предлагайте, во-первых, ваши маршруты, ваши любимые места. Если они будут совпадать с нашими маршрутами, мы туда обязательно пойдем. Ну, а тебе, Марина, спасибо. Больших, творческих... Блин, я забыла, есть очень коровка, опять же. В втором баре, в котором мы были, если вы зайдете на их сайт, The Head, у них есть питьевой маршрут по Петербургу. Поэтому, если вы приедете в Питер, можете им воспользоваться. Питьевой маршруты. Ну, что ж, я надеюсь, вы так и сделаете. Ну, в общем, увидимся. Пока.